Всем привет! Добро пожаловать в влог на пару! Я думаю, что я очень тихо говорю, но здесь очень много народу, а я одна. С мамой я громче говорю. Я жду подругу, мы сейчас пойдем немного погуляем, а мама в это время делает орешки. И мне кажется, она снимает это дело, поэтому здесь, я думаю, я вставлю это видео. Вот, я буду дальше ждать Дашу. Всем привет! Добро пожаловать во влог на пару! Ну, как я говорила, сегодня буду делать для девчонок орешки. Орешницы, которые получила в подарок от компании Арифлейн. Но делала когда-то давно с мамой. Были такие формочки еще, алюминиевые. С тех пор, в общем, не делала. Поэтому, даже не знаю, сделал маму рецепт такой был, приготовление этих орешков. Поэтому взяла рецепт в интернете. И вот сейчас буду показывать, что я буду делать. Четверти стакана сахара с тремя яйцами взбиваю, так как я сегодня очень тороплюсь, взбиваю миксером. Получилась вот такая вот пышная масса. В эту смесь добавляю 3 стакана муки, пачку сливочного масла, разрыхлитель, но я погасила соду уксусом, и немножко соли. И замешиваю тесто, но опять же, вот с помощью прибора. Смазываю форму маслом растительным. Так, ну, наверное, все-таки я многовато сделала. Закрываю. После того, что я напекла столько этих штучек, я как бы дошла до того, сколько нужно тесто класть, чтобы было абсолютно безотходное производство. Вот такие вот уже гладенькие орешки получались. На плантации начиняют эти орешки. Вот как прям процесс кипит. Масло производится. Через раз вот кладете? Нет. Что мы кладем? Через раз? Через раз вот кладете? Конечно. У нас еще здесь есть вот... Отходы производства. Они всегда самые вкусные. Они очень вкусные, мне очень нравятся. Очень вкусные. Ну, вот блюдо уже с орешками практически готово. Вот еще немножечко доделать надо. Но у нас уже не хватило сгущенки. Надо еще делать сгущенки. Да, сгущенка. И не очень мне понравилась все-таки эта машина, потому что очень мелкие ячейки получаются. Я бы поглубже хотела. Тут выдащица. Мы снова показываем уже в очередной раз. Да что ты меня-то снимаешь, что мог сказать? Как моется наша батя. Вот мы ее моем таким шампунем мед и молоко от Арифлейм. И вот сейчас уже будем мы ее промыли. И сейчас будем кондиционером. Вот так она спокойно сидит. И вернемся к вам, когда уже будем сушиться. Теперь мы вытираемся с феном. Бася, посмотри на меня. Басюля, Баскин. Баскин Робинс. А она моргой сломает. Баскин, вы смотрите, какая у нее шерсть. Абсолютно черная. Это вот на попке. И дальше вот смотрите. Абсолютная платиновая блондинка. Корни черные растут. Это не крашеная. Конечно не крашеная. Корни растут черные, а потом становятся платиновые. А потом она становится платиновой блондинкой. Как это у нее получается, непонятно. Непонятно. А мордочка рыжая. А мордочка рыжая. Она какая у нас красотка получилась. Такой нубикрень. Такой нубикрень. Такой чистый. Чистый. Баскин. 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 Чем мысли. Баскин Робинс. Баскин Робинс. Баскин Робинс. Ху-тьюх-ху-тьюх. И из глаза что-то порчет. Из глаза, да. Что-то у нас неудачная получилась. Боя, тебе нравится. Наша болезная Манечка, она себе расчесала, да, мяу. Мы спрашивали себя. Расчесала вот здесь вот, ой, уже почти заросло. Ой, не видно. Щечку. И вот она теперь в таком модном колпаке ходит. Дерганная такая страшная просто. И мы с ней снимаем этот колпак только для того, чтобы она травку поела, покушала. Вот сейчас пойдем травку кушать. Да, да, радостная такая. Пойдем. Бася у нас кушает травку, такая активная, она траву очень любит. Кушай, мой золотой, кушай. Кушай, моя девочка. Вот и молодец. Я ей купила овес и кукурузу. Вот. Лечимся, лечимся. Маленький ослик. Маленький ослик кушает травку. И молодец. Очень, очень. Ну, а теперь намываемся. Поели. И умываемся. Ну, такие вот чистые девочки, молодцы. Очень, мать. И снова здравствуйте. Хай. Гости ушли, все съели. Нет, неправда, ничего не оставили. Мы даже мужу Дашину передали. Да. В дар корзиночку с орешками. Она сказала, что она все съест, а потом скажет, что тебе передали орешки. Ну, типа, как обезьян, да, в 38 попугая. Тебе передали привет. А где он? Отвечаем на вопрос. Как и обещали мега Андрейки. Мега Андрейка. Вот классный блиц такой прислал нам, блиц вопросы. Игра в ассоциации. Какое вы растение? Березка. Это дерево. Черт. Да, дальше будет. Я думала, что ты первое дерево спросишь. Я уже подготовилась, даже не слушаю, что ты говоришь. Растение. Зачем ты с растения начала? Потому что вот Андрейка начала. Тогда отвечай, я подумала. Я думала, думаю, наверное, кустарник я все-таки. Кустарник? Да. Какой кустарник? Это неважно. Почему? Ну, кустарник, он такой, знаешь, он захватывает территорию. Такой бурно растущий. Кустарники, они все такие. И очень плодные такие. Мне кажется, что я такая кустарники. Хочешь быть травкой зеленой, цветочком, деревом. Я буду сиреней. Да неважно, какой сорт. Я буду сиреней. Хорошо. Она будет сиреней. Это тоже кустарник, кстати. Зато вкусно пахнет. Да. Вы фрукт или овощ? Фрукт. Я тоже фрукт. Ну, какой же я овощ? Какие... Господи, ни фига не вижу. Какое вы дерево? Березка. Вот, наконец. Я попала. А тебе нужно было и на второй ответ вопрос тоже сказать. Березка. Я думаю, что я елочка. Елочка. Иголка. Вы собака или кошка? Я кошка, точно. Однозначно. Хотелось бы сказать, что я кошка, но, скорее всего, я собачка. Я тоже так думаю. И последнее. В три слова опишите себя. Вот. Вот. Я говорю, да? Хорошо. Хорошо. Слово «я» я не буду считать за словом. Но я стойкая, нежная и весёлая. А ты? Я позитивная. Сама сказала, в пять минут, чтобы уважились. Весёлая. Не знаю, кто ещё. У тебя больше суток было на раздумьях. Я не думала. Я думала. Ну, это же ассоциация. Это же надо как бы сразу что-то говорить. Ну, давай третье слово. Упёртое. Упёртое. Это точно. Ну, вот. Мы, собственно, ответили на пять вопросов. Спасибо за вопросы. Мы тоже вас целуем и обнимаем. Вопросы от Марины Романовичи. Мы вас обязательно в друзья примем. А вы Марины Романовичи в соцсетях? Не важно. Нет, это важно, потому что если нет, то у меня много очень заявок. Да, у нас очень много заявок. И кого попало, мы не принимаем. Если что, пишите, что я Марина Романович. У меня нельзя написать. Я ваш этот зритель. У меня нельзя написать. Мне тогда напишите, кто вы. Ну, а может, у меня Марина Романовича. Мы просто не проверяли. И вопрос от Марины. Чего вы боитесь больше всего на свете? Смерти близких людей. Ну, это тоже, конечно. Я только этого боюсь. Только этого? Ну, больше всего на свете, да. А я очень боюсь неизвестности. Я даже когда вот город какой-то изучаю, мне кажется, что вот там, где я стою, это территория моя, а вот дальше неизвестно что. А потом делаешь один шаг, второй шаг, уже это тоже твоя территория. Ты вот как бы постепенно-постепенно, но чуть подальше уже страшно. Тебе более романтичное. Не романтичное. На самом деле большой страх. Да ладно. Ну, как хочешь. Как хочешь, да. Сегодня мы показывали как раз, как мы ухаживаем за Басей. Это вот Мари Бьюти. И Марина Миронова просила орешки показать, как делаем. Тоже сегодня показали. Мы вообще сегодня молодцы. А какую еду даём Басе и Мане, я потом покажу. Так, что ещё? Всё. Не, ну тут... А, ну тут очень длинный вопрос про телевидение. Это мы потом ответим, потому что... Не, ну мы, да, мы сегодня молодцы. Мы сегодня ответили на много вопросов, много всего делали. И вообще был сегодня очень насыщенный день. Я умоталась, эти дурацкие орешки. Честное слово. Легче взять просто вот это тесто, приготовить, обмакивать вот эту сгущёнку и с орешками есть. Да. Вот. Но мы всё равно с вами завтра увидимся. Хоть бы как мы... Я уже не могу сказать ничего. Что с тобой? Я... Ничего не получается сказать. Эффекты фикции. Да. Мы с вами обязательно завтра увидимся. Может быть, не со мной, но с мамой вы обязательно увидитесь. Ну ты давай старайся. Я бы стараюсь. И мы вас обнимаем. Крепко-крепко-крепко-крепко-крепко-крепко. И желаем вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Завтра пятница. Впереди уикенд. Вау. Хорошего уикенда. Пока-пока. 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 Пока-пока.